Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас среда, 22 мая 2024 года. Нападение в Юрмале. Женщина внезапно несколько раз пырнула ножом прохожую. На прошлой неделе в Юрмале женщина внезапно напала на жительницу Каугури на улице, несколько раз ударила ее ножом и нанесла серьезные травмы. Это сообщили агентству Лета в государственной полиции. Разбираемся подробнее, что же там произошло и почему. В четверг, 16 мая, женщина 1949 года рождения ехала на автобусе от рынка Каугури до парка Каугури в Юрмале. В автобусе напротив нее сидела неизвестная молодая женщина. Женщина 1949 года рождения на улице Талсу вышла из автобуса и направилась к своему месту жительства. Упомянутая незнакомка также вышла из автобуса и последовала за ней. В 11.20, идя по улице Рупницыбас, эта незнакомка, ничего не сказав, напала на пожилую женщину сзади с ножом, нанеся ей не менее двух ножевых ранений. Когда потерпевшая упала, преступница попыталась нанести ей удар и в грудь. Женщина отразила попытку удара, после чего преступница скрылась с места происшествия, оставив потерпевшую одну. Пострадавшая женщина дошла до своего дома, где вызвала медиков, которые сколото резанными ранениями доставили ее в медицинское учреждение. На месте преступления были установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому муниципальная полиция Юрмалы оперативно предоставила в Юрмальское отделение полиции видеозапись преступления. Кроме того, утром этого же дня в Юрмале, в Каугуре, произошла кража из квартиры. Был украден мобильный телефон. Около 15 часов, когда сотрудники отдела реагирования Юрмальского участка государственной полиции находились в служебном автомобиле полиции, принимая заявление от хозяина оборованной квартиры, неподалеку шла женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хозяин оборованной квартиры сразу сообщил, что эта пьяная женщина украла у него телефон. Полицейские после увиденного видео опознали в женщине ту, которая в тот же день, несколько часов назад, ранила ножом жительницу Каугуре. Правоохранители сразу задержали предполагаемую виновницу и доставили ее в отдел полиции. У нее констатировали около 4 промилле алкоголя. Задержанная 1980 года рождения и ранее один раз была судима за кражу. Подозреваемая утверждает, что о совершенном нападении не помнит, поэтому объяснить свои действия не может. В связи с нападением на женщину начат уголовный процесс по статье 116 уголовного закона и по части 4 статьи 15 уголовного закона по факту покушения на убийство. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 5 до 20 лет и надзор пробации на срок до 3 лет. Кроме того, в отношении женщины начат уголовный процесс по факту кражи из квартиры. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Вот такие, к сожалению, печальные новости, друзья. Вот и такое у нас тоже происходит. И довольно-таки нередко начало уже, друзья. Мало того, что еще напало и мало того, что еще кража. Ой, друзья, пишите комментарии. Сколько же ей сейчас светит? Но светит-то, светит, а пострадала невинная женщина. Вот за что нападать надо было? А потому что в состоянии алкогольного опьянения. Ничего якобы не понимают, ничего не соображают. Но это, друзья, конечно же, отдельная тема. Это тяжелая, тяжелая тема. Страдают невинные люди, я хочу сказать. Да, страдают невинные люди. Вот так вот откуда знаешь, я к чему-то это говорю. Вот так вот идешь, но ты женщина или мужчина, без разницы. Но откуда ты? Вот идешь спокойно, думаешь о себе. А тем более калгури. Вот у нас смотрят постоянно, друзья. Я документирую, новость закончила. Повторяю, печальная новость, очень печальная. Сочувствую, очень даже сочувствую этой пожилой женщине. Я представляю, какую она травму пережила. Мало того, что нервные и моральные, и ранения, посмотрите какие. А еще пыталась же в грудь пырнуть ее. Господи, моя морозная. Друзья, это беда, это уже ужасно, ужас. Недавно были мы в Каугури. Вот это я вот когда читал эти новости, мурашки по телу бежали. Недавно только были там. Ну вот идем, гуляем. Да там такое же место красивенькое. Там сосны, там Юрмала вообще вся в соснах, вы понимаете? Вся в соснах, в лесу, можно сказать. Такой воздух, море рядышком, Рижский залив. Живи и радуйся. А вот видите, вот такие вот люди есть. Идешь, такая, ну или такой, ну такая. Вот здесь женщина пострадала. Еще раз повторяю, сочувствую, очень сочувствую. Вот. Ни о чем не думает, тут на тебе нападает. Ну тут она еще, она шла, ее преследовала. Вышли с одного автобуса. И к чему, зачем вот это вот надо было делать? Что-то здесь, друзья, не то. Либо она эту женщину знала, либо она ее что-то хотела. И ее еще ограбить, друзья. Это я сейчас в своем мнении. Может быть она, что-то, может быть сумки у ней были, или в сумке что-то было. Ну, видите, она пьяная. А еще неизвестно, пьяная. И может быть еще под какими-то веществами. Все, друзья, заканчиваю. Да. Желаю всем здоровья. Скорейшего выздоровления этой пожилой женщины. Естественно, пожилой женщины скорейшего выздоровления. 49-го года рождения. Это же так много лет. И тут еще ножом. Ой-ой-ой. Ну а этой, 80-го года рождения, естественно, чтобы по полной программе. Два преступления. Два преступления. Ну это разбираться в суду, конечно же. Чем здоровья, долголетия, долгих лет жизни, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. Поделитесь в социальных сетях. Скажите, больше знают. И пускай... Ну да, я хотел сказать, осторожнее. Откуда знаешь? Откуда знаешь, с какой стороны на тебя нападет кто-то? Какой-то... Не хочется здесь обзываться, конечно же. Но вы ненормальные, понимаете? В ненормальном состоянии ненормальные люди. Да еще с ножом. Ужас. Подпишитесь на наш канал. Напишите комментарий. Любой комментарий. Пожалуйста. Что вы думаете про этот вот случай? До свидания. Спасибо за поддержку нашего канала. До следующих видео. Спасибо, друзья. Продолжение следует...